Светлана Урванцева в одном из домов по улице Галактионовской живет уже много лет, но последнее время соседствовать приходится в буквальном смысле с покосившимися избушками. Дом с номером 183, расположенный неподалеку, состоит из трех литеров – А, Б и В. Строение уже многое пережили. Литер А ранее признали аварийным и расселили. Литер Б, а точнее все, что осталось от здания, буквально на вис над газовой трубой. К счастью, она оказалась транзитной. В целях безопасности подачу газа по ней отключили, что в целом не мешает работе основной трубы газопровода. Светлана обеспокоена дальнейшей судьбой расселённых соседних домов. Самарчанка уверена, эти аварийные постройки необходимо незамедлительно снести в избежание обрушения или поджога. Ну, естественно, там бомжи, какие-то непонятные люди. Потом, плюс ко всему, там вот последний выезд был шприцик, кто-то там увидел, я, правда, не видел их с администрации. Выезд последний был вот в этот понедельник. Этот вопрос обсудили с депутатом Госдумы Александром Хинштейном во время традиционного приёма граждан. Глава городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков рассказал, что к территории дома 183 по улице Галактионовской интерес уже проявляет один из городских застройщиков. В свою очередь, парламентарий сообщил, что в ближайшее время начнёт переговоры застройщикам, чтобы жители соседних домов чувствовали себя в безопасности. Это была инициатива городских властей, переговорить с застройщиками, которые ведут рядом комплексное освоение территории с тем, чтобы они взяли на себя расселение этих домов и решение вопросов жителей. Но, с одной стороны, понимаем, что эта часть Галактионовской уже не входит в состав исторического поселения. Но, с другой стороны, понимаем, что всё равно это центр, и поэтому любое новое строительство там, конечно же, должно соответствовать духу, стилю, в общем, регламентным нормам. С похожим вопросом к Александру Хинштейну обратилась жительница дома номер 7 по проспекту Масленниково Анжелина Якимова. Вместе с соседями просит парламентария помочь в расселении. Сейчас в строении всего два жилых этажа. Проживают в основном пожилые люди. В 2020 году дом признали аварийным. Он находится неподалёку от филиала Третьяковской галереи. Как пояснил депутат Госдумы, сейчас в городе реализуются программы расселения и необходимо встать в очередь. Также посоветовал жильцам воспользоваться маневренным фондом и в будущем пообещал держать ситуацию с домом на контроле. Михаил Гермоленко, Константин Головин. События.